Всем здорова, сегодня я расскажу как сделать такую анимацию в Stable Diffusion. Если у вас еще не установлен Stable Diffusion, то сверху справа появится подсказка с видео про установку нейросети за 2 минуты. Итак, для начала нам надо скачать модель REF Animated с сайта Civit.ai. Ссылка в описании. После этого скачанный файл перекидываем в эту папку. Дальше запускаем Stable Diffusion. Переходим в Extensions, Available и нажимаем кнопку Load From. После пишем в поиске Deforum и нажимаем кнопку Install. Возвращаемся во вкладку Install и нажимаем Apply and Restore UI. После этих действий у нас появляется вкладка Deforum. Сверху слева выбираем нашу скачанную заранее модель. Сейчас я кратко расскажу про основные настройки. Здесь все работает по тому же принципу, что и при обычной генерации, поэтому тут я углубляться не буду, но если надо, то я могу сделать отдельный гайд по методам TextToImage и ImageToImage, пишите в комментарии если надо. В этой вкладке я изменю только ширину и поставлю ее на 896. Идем дальше. Параметр Cadence отвечает за плавность смены кадров, то есть при Cadence 1 будет все резко, и не очень красиво. Поэтому я рекомендую Cadence в диапазоне от 2 до 4, я выберу 4. Max Frames это число кадров, которое сделает нейросеть. Я поставил 480, чтобы сделать по итогу 20 секундный фрагмент, то есть я выбрал 24 кадра в секунду, умножил 24 кадра на 20 секунд, и получил 480, то есть длину видео в кадрах. Также обязательно надо поставить здесь 3D. Дальше имеется множество настроек камеры, они все подписаны, так что объяснять я думаю не надо. Я сделаю, чтобы медленный зум пропал после кадра 260. Также изначально камера, будет смотреть вперед. Но после кадра 150, она начнет крутиться вправо, после чего опять остановится на месте на кадре 200. В этой вкладке настраивается то, что будет генерировать нейросеть по кадрам, я написал что-то подобное, вы пишите что хотите сами. Также я вставляю фрагмент с генерированной нейросетью после обычного видеоотрывка, поэтому понадобится функция Use and Need. Но для этого нам нужно взять последний кадр, из оригинального видеоряда, чтобы на его основе нейросеть делала изменения. Здесь мы указываем путь к файлу на диске, либо вставляем ссылку на сайт с фото. Для начала с настройками хватит, поэтому нажимаем кнопку Generate и ждем. При первой генерации, у вас еще докачаются нужные библиотеки, так что нужно подождать. Результаты появляются в этой папке. Здесь также можно понаблюдать за процессом генерации. Также прогресс виден в консоли. По завершению генерации в папке появится видео с объединенными кадрами, которые уже можно использовать. Осталось только склеить и наложить подходящую музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok